Собрать как можно больше, делать планету чище, сохранять ресурсы и показывать на примере, какую ценность имеет вторсырье, приучать детей и взрослых к культуре раздельного сбора. Вот некоторые из задачика проекта «Второй шанс» стартовал он в сентябре без помпы и рекламы. На самом деле первая акция у нас была провальная и было такое ощущение, что этот проект вообще никому не нужен, кроме там трех-четырех укушенных энтузиастов. Укушенные энтузиасты руки не опустили. Они продолжили развивать проект и рассказывать о нем в соцсетях, при личных встречах, друзьям и знакомым. Расширили также и список того, что можно принести и сдать. Сегодня в рамках проекта мы принимаем пэт-бутылки, мы принимаем макулатуру, то есть макулатуру широкого, широкий список. Там и офисная бумага, и тетради, и обрезки детского творчества, и бумагой шредера нам можно привезти, и тонкий картон, упаковка от пищевых продуктов, вот как от каши коробочных геркулес, от детского питания. И проект заработал. Об этом говорят и цифры. В октябре с двух точек собрали 234 килограммов торсырья, в ноябре 604 килограмма с 7 точек, в декабре с 5 точек 537 килограмм. Сегодня проект на слуху. Люди несут батарейки, газеты и пустые пластиковые бутылки. Теперь это не выбрасывается в мусорные контейнеры. Мы собирали батарейки, хотели их в Икею отвезти, но никак не добирались до нее. Дождались вот, наконец-то, ответственных организаторов. Привезла много макулатур в этот раз. Хочется помочь очень ребенку. Акция во благо кого проводится. А также сделать наш район, в конце концов, чище. Избавиться от всего мусора, который летит вокруг. В этот раз в городе работало 10 точек приема. В микрорайоне Лужки акция прошла второй раз. Для спальной окраины такое в новинку, но мешки для вторсырья постепенно заполнились и здесь. Обычная пластиковая крышка от бутылки, которых мы за свою жизнь выбрасываем сотни, а может быть и тысячи. Но задумывался ли кто-то из нас о том, что такой кусочек пластика может спасти человеческую жизнь? В 2013 году колумбийская благотворительная организация Фундасьон Сонар за 8 часов собралась 70 миллионов таких крышек, а это более 150 тонн пластика. Результат занесли в книгу рекордов Гиннесса. Об этом написали многие СМИ, но самое главное, были собраны необходимые средства для лечения более 500 юных пациентов. Акции, проходящие в Орле, тоже благотворительные. Средства от трех осенних прошлогодних мероприятий были переданы на лечение ребенка, страдающего шунтозависимой гидроцефалией. В декабре помогли малышу с ДЦП. Ему же перечислять деньги и за эту январскую акцию. Олег Рудаков, Ирина Волкова, телеканал Первый областной.